Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Очень часто возникает ситуация, когда хочется иметь дома микроскоп лабораторного класса, а средств хватает только на школьные модели. В такой ситуации Вам стоит обратить внимание на героя нашего сегодняшнего обзора на микроскоп ULAB SME-FLED. Главное отличие данной модели от большинства лабораторных аналогов, это отсутствие 100-кратного объектива, благодаря чему микроскоп стал самым доступным в своем классе и сравнялся по стоимости со школьными моделями. Микроскоп поставляется в картонной коробке внутри пенопластовой формы. Упаковка весьма качественная и надежная, не стоит переживать за сохранность оптики во время транспортировки. Вес поставки не менее 5,5 кг. Распаковав микроскоп Вы увидите, что он полностью собран и сразу готов к эксплуатации, Вам остается лишь включить его в сеть. Комплект поставки относительно небогат, один окуляр 10-крат, синий светофильтр, пылезащитный чехол и инструкция по эксплуатации. Насадка, станина, предметный столик, держатель конденсора и основание у оптического прибора выполнены из силумина. Это типичное решение для микроскопов китайского производства. Сборка весьма качественная, люфтов нет, смазка присутствует на всех подвижных частях. Микроскоп оснащен съемной монокулярной головкой с углом наклона в 30 градусов и возможностью полного поворота вокруг своей оси. Посадочный диаметр окулярной трубки 23,2 мм. Комплектный окуляр среднего качества. Выполнен в металлическом корпусе по оптической схеме Рамсдена. Глазная линза не имеет просветляющих покрытий. Главное достоинство оптического прибора это ахроматические объективы 4 крата, 10 крат и 40 крат, с полностью исправленной хроматической и частично сферической аберрацией. Установлены объективы в трехпозиционную револьверную головку. Смена кратности происходит поворотом головки под часовой стрелки или против нее до характерного щелчка. Сорокократный объектив имеет пружинный механизм, который служит для защиты линзы объектива и микропрепарата от раздавливания. Регулировка резкости у микроскопа осуществляется перемещением предметного столика путем вращения сдвоенной ручки грубой и тонкой фокусировки. Шаг тонкой фокусировки значительно больше лабораторных аналогов. Диапазон перемещения столика составляет от 0 до 18 мм и ограничен сверху стопорным винтом. На предметном столике установлены микрометрические суппорты с координатными шкалами для фиксации и плавного перемещения микропрепарата. Это огромный плюс, так как Вам не придется двигать предметное стекло пальцем и Вы не рискуете порезаться о его край. Под предметным столиком расположился съемный конденсор АБ с числовой апертурой 1.25 и ирисовой диафрагмой. Конденсор это осветительная часть микроскопа, которая служит для формирования правильного светового конуса освещающего микропрепарат. Конденсор можно центрировать и регулировать по высоте специальными ручками. Под ирисовой диафрагмой в конденсоре предусмотрено посадочное гнездо для светофильтра, который необходим для повышения контраста уже окрашенных анатомических срезов. Под конденсором в основании микроскопа находится модуль светодиодной подсветки со съемной коллекторной линзой. С правой стороны основания располагается колесо регулировки яркости и кнопка включения питания. Подсветка очень яркая и 30% от ее мощности будет достаточно практически для любых наблюдений. Не включайте освещение на 100%, это может нанести вред Вашим глазам. Микроскоп подключается в сеть стандартным несъемным кабелем питания. Длина провода полтора метра. Для оценки качества изображения в микроскопе на увеличении 100 и 400 крат мы используем окрашенные тотальные препараты одноклеточных микроорганизмов, дафнии и инфузории туфельки, а также анатомические срезы перца, пробкового дерева и шкуры жабы. Картинки, которые Вы видите, были получены при помощи комплектных объективов и специальной камеры, установленной вместо окуляра. На снимках дафнии и инфузории при кратности 100 заметно сильное снижение яркости изображения по краям. Этот эффект называется виньетированием и его появление связано с особенностями объектива камеры. При наблюдениях глазом через окуляр виньетирования нет. Также на фото заметно присутствие кривизны поля зрения и наличие незначительной сферической аберрации. Хроматическая аберрация отсутствует. Кроме демонстрации изображений тотальных микропрепаратов мы решили показать Вам бактерий. На фрагменте видео Вы видите бактерии, которые живут в прокисшем молоке или несвежем йогурте. Увеличение микроскопа 400 крат. Их строение неразличимо, но четко видна форма и движение. Подводя итоги можно сказать, что микроскоп оправдал возлагаемые на него надежды. Порадовал достойным качеством изображения и заслуженно получает оценку в 7 баллов из 10 возможных. Три очка были сняты за большой шаг колеса тонкой фокусировки, незначительную кривизну поля зрения и пластиковые механизмы передвижения микрометрических суппортов. Однако эти недостатки не стоит считать существенными, так как микроскоп позиционируется как оптический прибор для учебных целей дома, в школе или вузе и в своей ценовой категории ему равных нет. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.